Научи меня, Боже, любить всем умом своим, всем совершенством, чтобы душу тебе посвятить. Вечный поиск любви и совершенства, попытка соединить реальное с духовным – таков творческий путь алтайского художника Алексея Гикола. Живет и творит он в Шипуновском районе. В единении с алтайской природой и создаются пейзажи, простором которых нет предела, и красочные натюрморты, залитые солнечным светом. Миссия, рассказывает автор, не скопировать натуру, а запечатлеть состояние души в момент любования прекрасным. Медовый спас, полевые подсолнухи, образ Христа. На этих полотнах торжество жизни и света, рассказывает автор. Вы знаете, все, что дает природа, это все от Бога. Вот это, наверное, то, что я хотел отразить. Алексей Григорьевич окончил Московский университет искусств. Работал оформителем. Брал уроки у известного алтайского художника Виктора Затеева. Сейчас работает в свободном стиле. За спиной множество персональных выставок по всей Сибири. Но именно эта выставка «Небеса в себе» стала знаковой. Организаторы долго раздумывали над названием, которое могло бы объединить все творчество художника. Отсылку сделали к цитате английского писателя Томаса Харди. Смысл веры не в том, чтобы поселиться на небесах, а в том, чтобы поселить небеса в себе. Каждый человек должен постараться поселить небеса в себе и носить их сокровенно, радостно, с любовью, как и положено, высокому званию человек. Как показывает сама экспозиция, мне кажется, мы не прогадали. Его работы очень хорошо, душевно положились в камерном пространстве галереи. Небеса в себе, я думаю, это проще, если сказать. Это, скорее всего, духовный покой. Духовный покой. Как его обрести? Ну, я не знаю. Мне, наверное, творчество помогает. На поиски духовного покоя приглашают и всех желающих. Экспозиция расположилась в галерее Турина гора. Посмотреть ее можно до 7 сентября. Мария Мацайва, Андрей Печоркин. День с толком.